Сегодня, ребят, мы приготовим простейший рецепт курицы в сливочном соусе. Он подойдет как на обед, так и на ужин. Отличный рецепт, очень простой в приготовлении. Так что ставь лайкосик, делись этим видео с друзьями в социальных сетях, пиши комментарий, а мы начинаем! Итак, готовим мы сегодня курицу. Курица у нас будет в сливочном соусе. Давайте посмотрим на ингредиенты, которые нам сегодня понадобятся. Это у нас куриные бедра, я взял. Здесь у меня килограмм. Головка чеснока, но у меня довольно-таки большая, может быть, даже как и две головки чеснока. Вяленые томаты собственного производства. Мы сами их делали из хороших дачных помидор. Одна луковица, немножко перца чили, тимьян, 200 грамм сливок и 200 грамм бульона, ребят. Бульон можете использовать любой, какой у вас есть. Куриный, овощной. Просто с мясным бульоном будет более нажористее и вкуснее, как бы, вот так вот. Так, ну и соль, перец, соответственно, по вкусу будем использовать. Вот такие вот простейшие ингредиенты. Конечно же, вяленые томаты, сразу скажу, что ни на что заменить нельзя. Рецепт именно с ними. Поэтому попробуйте их купить. В принципе, они продаются, но они довольно-таки дорогие. Поэтому я делаю их сам. Начнем мы, как всегда, с нарезки ингредиентов. Чесночок. Просто раздавим. И нарезаем мелко. Далее лучок. Один раз прорежем так и на кубики. Далее нарежем чили. Просто вот такими кругляшочками. Вот этого количества, я думаю, нам будет достаточно. И отправляем его просто к чесноку, потому что добавлять его в блюдо мы будем вместе. Дальше покрошим наши вяленые томаты. Прямо вот так вот кучкой. Такой, ребята, аромат от них исходит. Это просто, я не знаю, очень шикарный. На вкус они просто бомбические. Эти у меня вяленые на солнце. Есть еще баночка вяленых в духовке. Но я вам скажу, разница просто колоссальная. Которые вялятся на солнце, они намного ароматнее и вкуснее, нежели то, что вялятся в духовке. Поэтому я все-таки советую, если вы уже будете это делать, то лучше делайте это естественным путем. Вот так вот покрошили томаты, чтобы они так сильно нас в блюде не напрягали. Потому что они все-таки жестковатые. Ну что, ребята, осталось у нас разделать курицу. Вот что-то лишнее, что здесь есть, мы срезаем вот этот жир. Посмотрим, здесь хрящика бывает еще. Это у меня бедра, филе бедра. Вот он этот хрящ. Аккуратненько его вырезаем. Ну и здесь уже все нормально. То есть оставляем. Просто делим на раз, два, три куска. Вот такими вот большими кусками будем готовить нашу курочку. Ну и так, смотрим все мясо. Что у нас здесь, жир. Убираем. Смотрим хрящик. Здесь вот хряща нет. Маленькое делим на две части. Ну что, друзья, мы все нарезали. Я в самом начале видео забыл сказать, что нам для этого рецепта понадобится духовка. Если у вас духовки нет, то готовьте под крышкой. Я все в процессе покажу, когда нужна будет духовка или когда нужно будет готовить под крышкой. Так что сейчас давайте идем разогревать сковороду и начнем готовить. Ставим сковородку на огонь. Сразу наливаем масло. Сейчас хорошенько его прогреем и будем жарить курицу до такой, знаете, до медиума. То есть немножко буквально мы зададим ей просто корочку с обоих сторон. А потом уже будем жарить другие ингредиенты и уже собирать целое блюдо. Ну, все увидите. Здесь у нас варится булугур на гарнир. Гарнир, ребят, можете использовать абсолютно по своему желанию, что хотите. Но это блюдо будет соусом, поэтому я советую все-таки тот гарнир, который впитывает в себя соус. Это рис, может быть. Или даже гречка. Если вы любите гречку, очень даже хорошо подойдет. Так, ну что? Маслице у нас прогрелось. Отправляем сюда курицу. Пока ее не трогаем, сейчас дадим ей поджариться с одной стороны, а потом уже перевернем. Вот какие-то кусочки, которые не достают сковороды. Можно их вот так вот подправить. Ну что, друзья, минутка где-то у нас прошла. Давайте перевернем курочку. Какие-то, видите, кусочки поджарились, какие-то не очень, которые не касались сковороды. Это ничего страшного. Самое главное, мы ее поджарили чуть-чуть. Что не сырую будем тушить. Вот это очень важно. Конечно же, всегда лучше сначала все поджарить, а потом уже тушить. Курочка у нас поджарилась с другой стороны. Посмотрите, вот такая вот корочка у нее получилась. Но не равномерная, конечно. Да ничего страшного. Теперь мы ее выкладываем обратно в нашу емкость. Пока она нам будет не нужна. Нам сейчас сделать нужно крутой соус. И потом уже мы ее вернем в этот соус. Сейчас у нас здесь в сковороде осталась шикарная смесь. Это оливковое масло и сок курицы. И вот на этой смеси мы обжарим наши следующие ингредиенты. Это лучок. Духовку, ребят, кстати, мы разогреваем до 180 градусов. Уже можно. У кого духовка прогревается дольше, соответственно, разогревайте раньше. Обжариваем лучок. Ох, какой аромат стоит, ребята. Очень классный. Дальше у нас идет чеснок и чили. Прямо сюда. Веточки тимьяна. Все это мы поджариваем вместе. Ох, тимьян запах. Можете тимьян дербанить, ребят, но я не советую эту лишнюю движуху. Вот так веточки бросили, они потом отдадут свой аромат и спокойно их можно вытащить. еще буквально минуточку пожарим, чтобы у нас уже лук бы стал таким более-менее коричневатого оттенка. Аромат, аромат. Очень крутой. Всегда, ребят, старайтесь использовать свежий тимьян и свежий розмарин, если вы его используете, потому что у сухих специй этого вида совсем другой вкус, абсолютно другой вкус. Даже попробуйте сами купить свежий розмарин или тимьян и купить сухой и попробовать добавить в блюдо. это совершенно две разные специи. Так что я советую все-таки использовать свежий, если есть возможность, конечно. Так, ну вот, смотрите, лучок у нас уже подзолотился хорошенечко. Теперь мы сюда отправляем наши томаты вместе с маслом, с ароматным. Заливаю я томаты всегда только оливковым маслом. Как-то вот так вот их распределим. Заливаем бульон. Сразу его посолим. Посолим хорошо, чтобы хватило на нашу курицу. Добавим свежемолотого перца. Не забываем, что у нас здесь есть чили острый. Чуть-чуть вот так вот все это дело разведем. И добавляем сливок. Сливки у меня, ребят, 10-ти процентные, чтобы было менее жирно. Теперь мы сразу убавляем газ на минимум, чтобы это все дело у нас не выкипало. Нужно попробовать бульон. Еще немного соли, потому что курица у нас не соленая. Чуть-чуть растворим соль и отправляем сюда нашу курицу. Аккуратненько, чтобы ничего не брызгало. вот так мы ее распределяем. Смотрите, сколько соуса. Это очень вкусно будет. И вот на этом этапе, ребят, вы можете закрыть крышкой и при закрытой при закрытой крышке на среднем огне тушить минут 15-20. Но я поступлю по-другому. Крышкой я не буду закрывать. Я в этой же сковороде отправляю в духовку разогретой до 180 градусов прям без крышки. Ни фольгой, ничем я не накрываю. Пусть она сейчас бульончик подвытопится, станет гуще и курочка наша соответственно приготовится. Пока закрываем на 15 минут. А там посмотрим. Если что, дадим ей еще постоять без газа уже, без включенного минуток 5. Прошло у нас 15 минут. Сейчас мы выключаем газ полностью. Посмотрите, кипение у нас там только по краям. Оно такое умеренное. Газ выключаем, ждем 5 минут и будем пробовать. начнем с курочки. посмотрите, она просто разламывается. Абсолютно приготовленная, но не высушенная. Очень сочная и вкусная, ребят. 15 минут на 170-180 градусов. Выключаете газ и еще 5 минут доводите без газа в горячей духовке и все готово. просто вкуснейшая курочка, ребят. Очень просто готовится, очень быстро. Все про все у меня буквально заняло 25 минут. Еще параллельно варил булугур на гарнир. Я говорил, гарнир можете использовать все, что угодно. Все, что вам нравится. Макароны, гречку, рис. Соус хороший получается. Его достаточно много. Если у вас нет бульона, можете даже попробовать кубик развести. Только смотрите по консистенции, чтобы он не такой был ажористый, мощный. Ну вот собственно это у меня и все сегодня. Приготовили мы вот такое простейшее блюдо, очень вкусное. Всем обязательно советую приготовить. Подписывайтесь на канал, ребят, кто еще не подписан. Ставьте лайкосики, не забывайте про колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видеоролики. Пишите конечно же комментарии. Всем пока, до новых встреч. Субтитры Продолжение следует...